Всем привет! Мы записали огромное количество мест в Стамбуле, интересных для туристов. А сегодня запишем топ-10 из них, которые обязательны для посещения в Стамбуле. И на 10 месте у нас расположились Принцевые острова, которые находятся прямо за мной. Принцевые острова в Стамбуле – это архипелаг из девяти островов в Мраморном море, расположенных в юго-востоку от центра Стамбула. Они славятся своей красотой и историческим наследием. Во времена Византии и Османской империи острова использовались в качестве мест, ссылки для высших османских чиновников и иногда для изгнания членов императорской семьи. Это было частью политической культуры того времени. Одной же из главных достопримечательностей островов является монастырь Святого Георгия, который датируется 11 веком и является одним из старейших православных монастырей в Стамбуле. Его архитектура впечатляет своей красотой и историческим значением. Обязательно посетите. Принцевые острова также славятся своими прекрасными пляжами. Как раз скоро уже начнется сезон пляжей, где можно будет хорошо отдохнуть и насладиться солнцем и морем. Пляжи островов привлекают туристов своей красотой и чистотой. Посещение Принцевых островов – это уникальная возможность отдохнуть от городской суеты. Девятое место. Дворец Бейлербей. Дворец Бейлербей – это величественное здание, расположенное на берегу Босфора в районе Уск-Кюдар, на азиатской стороне Стамбула. Он был построен в середине 19 века. Во времена Османской империи служил летней резиденцией для султанов. Вообще это место называют мини-долмабахче. Сегодня дворец Бейлербей открыт для посещения туристов, чтобы они могли насладиться его великолепием. Стоимость посещения составляет всего 420 лир, что делает его весьма доступным. Посетители могут прогуляться по великолепным залам, увидеть роскошные интерьеры, а также насладиться потрясающим видом на Босфор и мост мучеников. Для любителей истории и архитектуры дворец Бейлербей станет настоящим открытием и незабываемым опытом во время пребывания в Стамбуле. Так что обязательно посетите это место. Восьмое место – улица Истекляль. Улица Истекляль – это одна из самых известных и оживленных улиц в центре Стамбула. Она находится в районе Беяглу, который славится своими магазинами, ресторанами, кафе, театрами и другими культурными достопримечательностями. Эта протяженная пешеходная улица простирается вдоль исторического района и ведет к площади Токсим, являясь главным центром торговли, развлечений и культуры в городе. На улице Истекляль можно найти несколько исторических храмов, которые являются свидетелями богатой истории. Среди них выделяется церковь Святой Марии, построенная в середине XVI века, и храм Святого Антония, основанный в XIII веке. Эти исторические храмы представляют собой важные культурные и религиозные символы для города. Прогулка по этой улице – это погружение в атмосферу современной жизни Стамбула, где смешиваются традиции и современность. Идеальное место для проведения времени в этом удивительном городе. Ну а на седьмом месте у нас цистерна Феодосия или цистерна Базилика. А какую цистерну выбрать, мы так и не определились. И предлагаем сделать это вам самим. Цистерна Феодосия является одним из известных подземных водохранилищ Стамбуле. Это великолепное сооружение было построено в V веке во времена правления византийского императора Юстиана I. Вместимость цистерны составляет около 11 тысяч кубических метров воды. Она была одним из важнейших источников питьевой воды для города на протяжении многих столетий. А цистерна Базилика является одной из крупнейших подземных водохранилищ в Стамбуле. Она была построена уже в IV веке во времена правления византийского императора Константина Великого. И ее вместимость составляет уже 80 тысяч кубических метров воды, что практически в 8 раз больше, чем цистерна Феодосия. Она также была важным источником питьевой воды для города на протяжении многих веков. Так на чем все-таки вы остановились? Напишите обязательно в комментариях. Шестое место. Галатская башня. Галатская башня, возвышающаяся над Стамбулом, является одним из самых узнаваемых символов этого города. Эта величественная башня была построена в XIV веке во времена Константинополя. В свое время она служила как наблюдательная башня и маяк, обеспечивая контроль над движением судов по Босфору. Высота башни достигает около 66-67 метров, предоставляя потрясающий вид на весь город Босфор и Золотой Рог. Помимо своего исторического и архитектурного значения, Галатская башня стала популярным местом для туристов. Вокруг башни огромное количество кафе и ресторанов, а на самой башне обзорные экскурсии. Вечером ее огни добавляют особую магию в атмосферу Стамбула, превращая ее в одну из самых романтических точек в городе. Обязательно ее посещайте. Пятое место. Голубая мечеть. Голубая мечеть в Стамбуле – это великолепный образец османской архитектуры. Построена в начале 17 века во времена правления султана Ахмеда I. После того, как Османской империи не удалось победить в войне с Австрией. Уникальное название происходит от множества голубых плиток, украшающих внутреннее пространство мечети. Голубая мечеть – одно из наиболее посещаемых мест в Стамбуле. Четвертое место. Топ-капы. Дворец Топ-капы в Стамбуле представляет собой исторический комплекс, который служил резиденцией для османских султанов почти в 400 лет. Расположенный на месте бывшего византийского дворца, дворец Топ-капы был построен в 15 веке во времена правления султаном Ахмеда II. Это монументальный комплекс стал центром власти Османской империи и местом, где принимались важные политические и религиозные решения. Сегодня дворец Топ-капы – это не только место исторического значения, но и популярный туристический объект, привлекающий тысячи посетителей ежегодно. Здесь можно увидеть великолепные дворцовые залы, роскошные павильоны, а также ценные артефакты из истории Османской империи, такие как драгоценности, реликвии и древние рукописи. Дворец Топ-капы олицетворяет величие и богатство Османской империи и предоставляет посетителям уникальную возможность окунуться в историю этого великого государства. Ну и наше Топ-3 открывает на третьем месте Долмабахче. Дворец Долмабахче в Стамбуле занимает особое место в истории и архитектуре страны. Построенный в середине 19 века на берегу Босфора, этот дворцовый комплекс служил резиденцией для последних султанов Османской империи. Разработанный в стиле неоклассицизма, дворец Долмабахче впечатляет своими роскошными интерьерами, изысканными садами и потрясающим видом на Босфор. Сегодня дворец Долмабахче является одним из главных туристических мест в Стамбуле, привлекая посетителей со всего мира своей красотой и богатой историей. Здесь можно увидеть великолепные залы, в которых проводились важные церемонии и приемы, а также ценные коллекции искусства и антиквариата, представляющие культурное наследие Османской империи. Дворец Долмабахче олицетворяет эпоху величия Османской империи и является свидетельством роскоши и роспуска той эпохи. На втором месте Гранд Базар. Гранд Базар в Стамбуле – один из самых величественных и старейших рынков в мире. С его создания в 15 веке этот торговый комплекс стал сердцем торговли и культурного обмена в городе. Сегодня Гранд Базар продолжает привлекать туристов и местных жителей своим множеством магазинов, предлагающих все – от ювелирных изделий до ковров и сувениров. Этот уникальный рынок – не только место для шопинга, но и настоящая живая историческая достопримечательность, которая предлагает неповторимый опыт погружения в атмосферу Стамбула. Ну а поставили его мы на второе место, так как это одно из первых мест, которое должны посетить туристы, так как здесь самый выгодный курс обмена валюты. И на первом месте у нас, конечно же, Айя София. Айя София – великолепное здание в самом сердце Стамбула, возвышается как символ многовековой истории культурного наследия. Построенная в VI веке по указу византийского императора Юстиана I, Айя София начала свою историю как православный собор, представляя собой вершину византийского зодчества. Ее уникальная архитектура объединяет элементы христианского и исламского искусства. Внутри Айя Софии можно увидеть великолепные мозаики и фрески, впечатляющие колонны и купол, а также множество исторических артефактов, свидетельствующих о сложной истории этого здания. Со временем Айя София меняла свое назначение – она была превращена в мечеть. Сегодня Айя София является одним из главных туристических мест Стамбула, привлекая людей со всех уголков мира своей уникальной архитектурой, культурным значением и духовной атмосферой. Всем спасибо за просмотр! Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и гурушурус! До скорых встреч!